Умные игры с перспективой на будущее. Люберецкие школьники заняли призовое место на Всероссийском фестивале Робофест, который в этом году впервые проходил в онлайн-формате. С юными техниками пообщался наш корреспондент Александр Колганов. Третье место, Квазар, это Московская область, город Люберца. Призовое место на самом крупном чемпионате по робототехнике в Европе завоевали эти два школьника – Артем Хиценко и Владимир Борисов. В финале соревнований ребятам удалось обойти более 40 команд. Артем увлекается роботами 4 года. Считает, что за ними будущее. Мы просто вначале делали робота четким. То есть мы делали так, чтобы он хорошо начал работать, чтобы уверенно знали, что он проедет. Самый сложный момент – это когда думаешь, правильно ли собрал я конструкцию, правильно ли подключил моторы. Артем отвечал за техническую часть проекта. Володя Борисов управлял мозгом робота и координировал его движения. С техникой Володя тоже на «ты». Говорит, что недавно починил дома робот-пылесос и электрочайник. Но школьник признается – программирование увлекает его больше, чем конструкция и сборка машины. Мне эта тема очень интересна, потому что это связано с математикой и информатикой. Мне это нравится. Почему? Потому что банально робот может, например, что-то поднять, куда-то перенести. И мне это интереснее, чем робот просто куда-то проехал, назад вернулся. Потому что робот становится функциональным, можно делать с ним много всяких вещей. Чтобы вот такой робот быстро и правильно выполнил свою задачу на соревнованиях, важно не только корректно его собрать, но и правильно запрограммировать. От слаженной работы напарников зависел конечный результат выступления. На старте машина должна была распознать два цвета и их расположение, а затем найти все это на игровом поле. Сложность состязаний была в том, что расположение цветных квадратов на карте ребята узнали непосредственно перед выступлением. Робототехника сейчас – популярное и в то же время серьезное направление дополнительного школьного образования. Это большое подспорье в развитии мышления и интеллекта. Занятия тренируют усидчивость, концентрацию и дают возможность научиться решать действительно сложные задачи. То есть это тот навык, который, во-первых, может пригодиться будущим инженерам и будущим программистам, но на самом деле навык решения сложных задач и навык и упорства, и возможность идти к конечной цели – это тот навык, который пригодится на самом деле в любой профессии, в любой сфере жизни в дальнейшем. Следующими соревнованиями, в которых обязательно примут участие Артем и Володя, будет Кубок губернатора Московской области и Всемирная Олимпиада роботов. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Александр Колганов, Денис Заугольников, Кубок губернатора Московской области